Привет, друзья! Как рождаются новые приёмы для Ключ-2? Значит, я стоял у окна, задумался и думал о том, что именно два момента очень многих людей, которые в эзотерике смущают, и они все запутываются. Это первое, ключевое. Это что такое поле? Поле. Ну, Эйнштейн мечтал создать единую теорию. Поле. Сейчас о поле что угодно говорят, вплоть до телепатии, что мы все взаимосвязаны со Вселенной, с космосом, какие-то братья разума там, и мы с ними можем телепатировать, ведь всё едино и так далее, и так далее. Такая мишанин. И второе, это душа. Это бы нам подумать, определить там эти понятия для науки человечности. Итак, поле и душа. И вот как создаются приёмы. Я стоял и думал об этом, и вдруг поймал себя на мысли, что у меня взгляд, глаза, глаза какие-то застывшие. И вот эти картины, которые я обдумывал, они как бы внутри меня проходят, как лента. Условно говоря, конечно, не как кино, но мысли протекают там внутри, свободно совершенно. Я придумал приём. Я тогда Владу говорил нашему Орлову, слушай, новый приём, давай проверим. Он говорит, какой приём новый? Я говорю, сделай застывший взгляд и пусти мысли на самотёк. Он говорит, так я всегда так и делаю. Я говорю, как это ты так всегда делаешь? Он говорит, ну когда я по улице иду, я как раз таким остекленевшим взглядом, ну не остекленевшим взглядом, как бы застывшим взглядом иду, но говорит, надо, говорит, эту расфокусировку, когда переходишь улицу, а опять сфокусировать, наоборот. Иначе можешь, говорит, под трамвай попасть или там под троллейбус или под суммашину. А вот оно что. Настолько это сильно работает, что если вы на мгновение, на минуту, сознательно уже, а не спонтанно, как у вас бывает всегда, а именно сознательно, как все приёмы и упражнения у нас делаются, это осознанное воспроизведение инстинктивных действий, которые вам помогают хорошо думать, освободиться от напряжения, не обращать ни на что внимания, не дёргаться. Если вы делаете это сознательно, вот если вы сейчас одну минуту глазами, как бы, условно говоря, стекленеете, пустите мысль на самотёк, и так будете сидеть в минуту, вы заметите, что там проносится мысль, а вы ни на что уже не обращаете. Ну, в данном случае, конечно, вы на меня смотрите. А так, если вы сами сделаете, как упражнение, одну минуту, и посмотрите, и вы заметите, что вы ни на что не обращаете уже внимания. Настолько это сильно действует. Поэтому Влад и сказал, только по дороге, когда ходите, когда вы так вдруг задумаетесь, потом опять сфокусируйтесь, а то можете, это настолько сильно действует, отличный такой отрыв от всей реальности, что вы можете и под машину попасть. Поэтому будьте осторожны, друзья. Об этих понятиях, вот о том, о чём я сказал, о том, что такое поле, как вы себе это представляете, и что такое душа, как вы себе это представляете, пожалуйста, напишите. Мы же развиваем науку человечности на основе определения таких понятий, которые очень расплывчатые, и поэтому все люди, каждый туда вкладывает свой смысл, а мы должны договориться о едином языке, чтобы мы определённо понимали, о чём мы говорим. И это и будет объединять человечество вместе с теми другими определениями, которые мы вместе создаём. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok